Приветствую вас! Давайте мы с вами для начала, наверное, постараемся разобраться в тех противоречиях, которые обнаружились в ходе исследования вашего текста. А именно, вы пишете, что молодой человек бросил вас, мотивируясь тем, что не может дать вам ничего. Вот. И, ну я так понял, что он хотел вам дать возможность найти другого человека. Ребят. Вот. Вот. Далее вы пишите о том, что, значит, он вернулся к вам, а вы пишите, что вы встречались за три месяца, и он вас опять бросил, сказал, что, ну, что он думал, что Астер получится. То есть, вот, мужчина вроде бы ведет себя так, как будто он понимает, что у вас есть определенного рода потребности, которые он удовлетворить не в состоянии. И если человек не в состоянии удовлетворить ваши потребности, например, то он, соответственно, уходит. Но это, в целом, в целом, это позитивное и достаточно такое, на мой взгляд, ну, достаточно адекватная, на мой взгляд, позиция адекватная, на мой взгляд, точка зрения. Вот. Другой вопрос заключается в том, что вы пишите, что он теперь предъявляет вам претензии, претензии, связанные с тем, что вы работаете. То есть, связанные с тем, что вы делаете. И я вот, честно говоря, не понял, так он вас бросил, потому что не видит возможности дать вам то, чего вы хотите. Или он не вступает с вами в отношения, потому что его что-то не устраивает в отношениях с вами. Я вот как-то этот момент не очень, честно говоря, понял. Не очень этот момент для меня, к сожалению, понятен. То есть, мне вот показалось, что здесь имеет место быть серьезнейшее противоречие. Дальше. Вы пишите, что... А, значит... Как мне быть, если я не могу его забыть? Очень сильно его люблю. Смотрите. Очень сильная любовь... И... Невозможность... Его забыть. Разные вещи. Разные вещи. Как разными вещами является и то, что вы приняли его после того, как он вас бросил. Вы приняли его снова, он бросил вас еще раз, и вы опять, по сути, ему, как бы, вручаете кат-бланш. Неважно, либо мужчина не уверен в своих чувствах, либо мужчина манипулирует вами, вами, или пытается манипулировать вами. Но суть заключается в том, что есть разница, когда вы человека любите и хотите сделать что-то для него, когда вы откровенно хотите сделать что-то для человека. И, с другой стороны, когда вы, например, не можете, допустим, его забыть, это вещи все-таки разные. И вот разобраться в этих аспектах, именно разобраться в них, то есть увидеть разницу между ними, на мой взгляд, очень важно. То есть вы говорите, как мне быть, как мне быть, чтобы его вернуть, получается, чтобы его удержать. Если вы хотите его удержать, то вам нужно соответствовать всем его требованиям, которые он вам предъявляет. Так или иначе. Вот он предъявляет вам претензии по поводу вашей работы. На каком основании, правда, если он с вами по сути расстался, уже не очень понятно, но тем не менее. Вот он предъявляет претензии вам по поводу работы. Вот именно эти претензии и нужно удовлетворить. И только если вы их удовлетворите, претензии я имею ввиду, только в этом случае, вы сможете, возможно, его удержать. Ну, конечно, это не факт, не факт, что это действительно будет так, к сожалению. А вот, в принципе, то, что я могу вам ответить. В принципе, то, что я могу вам дать. То, что я могу... тот ответ, который я могу вам как бы дать. Исходя именно из той истории, которую вы написали. Исходя из той информации, которую вы озвучили. Очень похоже, что человек вами манипулировать очень похоже на просто он человек. Человек пытается добиться какой-то вот своей, ну, своего видения отношений с вами. Вот. И, в общем, ничего хорошего вот. К сожалению, в этом, на мой взгляд, лично для вас нет и быть не может. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...